Всем благословенного пробуждения к новому дню и открытых глаз на новые дела Божьи в нашей жизни. Когда мы открыли глаза физически, это хорошо, но если духовные открылись вместе с физическими, это еще лучше, потому что тогда мы начинаем по-другому видеть то, что нас окружает или тех, кто нас окружает. Обстоятельства, которые до сих пор нам казались, может быть, не совсем благоприятными, вдруг мы начинаем видеть в них смысл. Когда мы видим, что дети, прошедшие через какие-то трудности, стали мудрее, и мы за это начинаем благодарить Бога. Потому что раньше мы могли им что-то объяснять, доказывать или пытаться донести, но они не были в состоянии слышать, а сейчас они сами поднимают эти вопросы. То есть насколько вот эти глубинные процессы, они для нас на самом деле интересны и важны. Если да, тогда мы реально понимаем, почему мы оказываемся в разных ситуациях и обстоятельствах, и почему так же оказываются наши дети. Иногда хочется за наших детей пройти все самим, но и это не есть правильно, потому что у них своя судьба, у них свой период роста, свои ответственности, свои задачи, которые надо решать. Помочь им прийти к большей самостоятельности, вот наша задача. Помочь как можно быстрее войти в ответственную позицию, а не в позицию жертвы или ожидания, что на них будет все сваливаться сверху. Вот такие задачи, которые мы с вами можем ставить перед собой и вместе с Богом их решать. Но так как мы все люди молящиеся, я хочу так верить, потому что если мы христиане, то христианство, часть христианства имеется в виду, что мы связаны со Христом. Мы его руки, мы его ноги, мы его представительство на земле. А значит, если связь с головой разрушена, тогда нет координации, нет точной, правильной позиции в действии. Соответственно, молитва и молитвенная жизнь – это часть христианской практики для каждого христианина. По крайней мере, я вижу в этом огромную ценность, огромную необходимость. В связи с этим у меня вопрос. Из каких частей состоит твоя молитва? Какие основные моменты она в себя включает? С чего она начинается? Чем она завершается? Какие направления для тебя являются актуальными в молитвенной жизни? То есть вот эти все пункты, они имеют значение. Понятно, что молитва от молитвы будет отличаться, но иногда даже и не отличается. Люди просто автоматически повторяют одно и то же, либо заученные, либо прочитанные, либо потому что привыкли так с детства. Поэтому фразы, которые произносятся в молитве, они совершенно неадекватны на физический мир сегодня. То есть люди так не разговаривают в жизни. Но вот посмотрите, о чем я хочу сейчас прочитать из того, что пишет Давид. Он говорит, удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Он сначала изливал свое сердце, а теперь говорит, Господь меня услышал. Я точно знаю, что Он меня услышал. Как Он это знал? На основании чего Он сейчас говорит о том, что все то, что меня стесняло, а ведь это же не только физически, это и духовный мир. Это как раз вот этот дух уныния, дух депрессии, дух лени, дух тяжести какой-то и так далее. Удалитесь от меня все беззаконные. То есть все то, что не является сегодня Божьей правильной позицией в моем арсенале, в моей жизни. Поэтому удалитесь, ибо Бог меня услышал. Я желаю, чтобы каждую молитву в своей жизни мы завершали таким уверенным утверждением. Бог меня услышал. Он имеет в виду мне ответить. И поэтому все то, что меня имело, теперь я говорю, удалитесь от меня. Вы больше не будете меня контролировать. Вы больше не будете на меня давлеть, потому что Господь меня услышал. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем сейчас в этой молитве утверждать, что все, о чем мы говорили в предыдущей программе и сейчас, Ты нас слышишь, и Ты имеешь в виду отвечать. Я благодарю Тебя, что каждая молитва – это творение. Мы творим молитву с Тобой. И пусть она будет идти из Духа, а не из нашего разума, не из нашего опыта. И потому будет попадать в цель, и потому будет приносить результат, и тому, кто молится, и тому, за кого молится. И я благодарю Тебя, что в нас есть это упование славы. Христос в нас, и пусть этот Христос, Твоя природа будет в нас раскрываться в многообразии возможностей, которыми Ты обладаешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»